Добрый вечер, дамы и господа! Тема нашей сегодняшней лекции «Тяготы и изгнания» 53 глава книги пророка Иишаяху. Эту тему можно также назвать «Подлог христианской церкви», ибо 53 глава является основной, которую перевирают основатели христианской церкви для того, чтобы упрочить новодел своей религии, относя сказанное в этой главе к своему Мессии, который с их точки зрения, все, что они о нем говорят, с их точки зрения, вот это состояние подтверждается 53 главой книги пророка Иишаяху. Мы попытаемся этот подлог христианской церкви развеять, причем из простого текста Писания. Лет 30 тому назад они провели инициативу, весь Израиль был расклеен, заклеен более точными объявлениями с вопросом, почему евреи не читают 53 главу книги пророка Иишаяху в синагогах. Когда я это увидел, то был слегка этому удивлен, потому что евреи в синагогах не читают вообще текст Танаха, нам такое не установили, иначе как во второт, и 53 главу не читают, как тогда мне казалось, по той же причине, что не читают 52-ю и 54-ю. Однако я слегка заблуждался, ибо 52-ю и 54-ю как раз, да, читают, 52-ю это вторая лыхлыха, 54-ю читают аж два раза на протяжении года, это Паршат Ноах, и это одна из семи недель утешения после 9-го ама. Тем не менее, множество глав книг, книги пророка Иишаяху и других книг Танаха такие не читают в синагогах, потому что у нас всего 54 недели, плюс различные праздники, и, соответственно, лишь по шабатам и по праздникам нам установлен какой-то отрывок из книг пророков, который соотносится и глубоко связан с недельной главой, либо с сутью праздника. 53-я глава нашими мудрецами установлена не было, ни по какой-то причине с тем, чтобы скрыть эту главу от знания евреев. Давайте попытаемся разобраться. Еще раз тяготы изгнания, 53-я глава книги пророка Иишаяху, подлог христианской церкви. Подлог христианской церкви заключается в том, что эта глава с их точки зрения касается страданий Машеиха, непризнанного еврейским народом, замученного Римом по требованию служителя Русалимского храма перед его разрушением. В ходе изучения этой главы мы опровергнем подлог, в первую очередь, из самого простого смысла повествования пророка Иишаяху. И начнем, наверное, с официального заявления и протеста. Пророк Иишаяху был пророком еврейского народа, обращался исключительно к еврейскому народу, и никакой другой народ, и тем более религия, не имеет права делать какие бы то ни было заявления в связи с его книгой, в связи с книгами Торы, пророков и писаний, данных Богом еврейскому народу. Теперь давайте прочтем, что в этой главе сказано, и попытаемся понять, касаются ли слова пророка Иишаяху, его пророчества, сказанные на далекое будущее, тех событий, которые, с точки зрения христиан, произошли в Иерусалиме в тридцатом году до новой эры. В тридцатом году новой эры. Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня, на ком явилась? Так или иначе, первый стих говорит о том, что вся эта глава касается неких событий, которые произойдут тогда, и так, что поверить в это человеку до прихода Машииха невозможно. То есть тогда, когда раскроется Всевышний в этом мире. Иными словами, все, что сказано здесь, оно касается только раскрытия Всевышнего в этом мире. Действительно, в временах прихода Машииха только что сказано дальше. «И взошел он, Израиль, как росток, и как корень пророс из почвы сухой. Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». То есть состояние, когда еврейский народ раскроет свою красу, когда завершится исторический процесс. Он презираем был и отвергнут людьми. Он — это еврейский народ. А не мессия, которого распяли, а потом он поднялся, опустился, трансцендентно пребывает. Я не специалист в этой теологии. Просто то, что сказано здесь, не имеет никакого отношения к тому. «Он презираем был, отвергнут людьми, страдалицы, изведавшие болезнь, и как бы, отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его». Это то, что народы скажут о еврейском народе. Вся эта глава касается еврейского народа. Вот тогда, когда народы, которые презирали евреев, как сказано в первой главе, услышат слух, дошедший до них, когда мышца Господня проявится, тогда евреи перестанут быть ругательством и станут снова, как это было во времена храма, чем-то достойным. Восхищение, почитание. «Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Бога, мы истязаем». Это тоже говорят народы мира, более точно не говорят, а скажут, когда наступит время. «И он изранен преступлениями нашими и сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас». Это народы скажут о Израиле. Мы пытаемся понять, действительно ли Бог возложил грех народов на Израиль. «Притесненный, измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего, и заключение от наказания взят он был, и кто расскажет о случившемся с поколением его, ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего, поражение ему. И дана была с грешниками могила ему и с богатырями, и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия, не было лжи в устах его, но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство продлить дни свои, и желание Господа в руке его осуществиться, за труд души своей увидит добро, насладиться мудростью своей оправдал праведника, раб мой перед многими, и грехи их он понес, поэтому я дал ему удел среди великих, и сильными будет делить добычу, за то, что рисковал жизнью своей, и к преступлениям, и к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных вступался. До сих пор 53 глава. Пытаемся понять в первую очередь, о ком идет речь. Если мы обратим внимание на протяжение всего текста, он, это еврейский народ, так пророк Ишаяху говорит о народе. На первый взгляд, данное повествование можно подвергнуть христианской трактовке о мучении, гибели Машеиха, что главы христианской церкви приводили на диспутах с раввинами, инициированными ими в средние века, и на что ссылаются сегодня, упрекая еврейский народ в недопонимание. Хотя, конечно, речь может идти вообще о других людях, например, о десяти мучениках царства, таких, как Раби Тарфун, Раби Акива, Раби Ишмиэль, первосвященник, и о тех, кто был замучен христианской церкви на протяжении средних веков за верность завету Бога. При пассивном или активном благословении христианской церковью во времена Идомской цивилизации, во времена расцвета Идомской цивилизации. То есть, речь может идти о ком угодно, кто страдает за зло и за грехи других. Тем не менее, явный текст даст нам понять, а еще лучше мы сможем понять при помощи древних комментаторов, ибо пророк Ишаяху не написал некий текст, а дальше каждый, кто как хочет, так и имеет право его трактовать. У пророка Ишаяху были ученики, он передавал своим ученикам знания, которые он оставил. Учеников были их ученики, и таким образом из поколения в поколение передавали в нашем народе знания, о чем же говорит пророка Ишаяху и другие великие в нашем народе. «Последний пророк Иудея, пророк Мелахи перед основанием второго храма предупреждал, что Рим разрушит и разграбит храм, забрав себе все его ценности и понятия». То есть, последний пророк предупреждает, что римляне заберут то, что есть в нашем учении и припишут себе. Пророк говорит следующие слова. «Китомар Идом Рушашну признает Идом, что Рушашну мы обеднели». Идом – это, соответственно, сегодня цивилизация Европы, Америки, то есть, та цивилизация, которая ведет свое начало от Исавы, родного брата Якова, суть которого – это отрицание будущего мира, который перестает быть осязаемым. Это жизнь исключительно ценностями этого мира. И так говорит пророк Малахи, последний пророк Иудеи. «Китомар Идом Рушашну скажет Идом, Рушашну мы обеднели». Действительно, когда человек живет тремя первоначалами, это стремлениями к славе, к страстям и жизни в рамках зависти, то это приводит к глобальному внутреннему опустошению, истощению и обеднению. «Китомар Идом Рушашну» Идом признает на каком-то этапе, что действительно поделив, разделив мироздание с Яковым так, что Якову принадлежит будущий мир, а Исаву этот мир, они в рамках этого мира претерпели фундаментальное опустошение. Признают они это. «Выношу войны внеху работ». Однако они тут же скажут при этом «Мы вернемся и отстроим разрушенное». «Ко Марашен» так сказал им Всевышний. Теперь отстроим разрушенное благодаря чему? За счет чего? За счет того, что мы украдем духовные ценности Якова и припишем их себе новому завету. Просто украдем все, что было, украдем все старое и припишем себе. «Ко Марашен» так сказал Всевышний. «Свакойс» Бог воинств. «Гэма ивну они будут строить ванне роса». Я разрушу. У них с этим строительством наворованным ничего у них не произойдет. «Вэкарулагым гвуль реша и провозгласят им границу нечестивости «Вэгаам ашэр заам гаше мадулам». И будет это народ, который по отношению к которому будет гнев Всевышнего навечно. Гнев Всевышнего будет навечно за духовное воровство, за identity theft, по-русски я не знаю, как это сказать, воровство идентификации. До сих пор связь с единым Богом, понятие завета, понятие заповедей было только у евреев. Храм разрушили, евреев изгнали из святой земли и украли их идентификацию. Это то, что сделал Идом. Самое, что они делают с 53-й главой, украли ее и приписали ее некому своему деятелю. Раши скажет мы обеднели. Раши объясняет слова пророка Малахи. В начале мы были действительно бедными. Но сейчас мы разбогатели от грабежа развалин Иерусалима, поэтому мы вернемся и отстроим наши развалины. развалины Идома, то есть внутреннее опустошение Идомской цивилизации, цивилизации построенной на трех первоначалах, как мы говорили, желания человека реализовать себя, его суть, возможно только за счет воровства ценности Ветхого Завета и, соответственно, возникает потребность построить новый Завет. С разрушением храма народа мира украли у нас все центральные идеи Торы и приписали их своей новосозданной религии. Идома, милосердие, связь с Богом, заповеди, Машир, воскресенье вместо субботы. И таким образом они решили построить, восстановить свои развалины. В Тамуде в Вавилонском сказано следующее, что каждый элемент кедрового дерева, которым был облицован Ярусалим и построен Носкиния, в конце дней все они вернутся в Ярусалим. Что имеется ввиду, что Ярусалим, который был сожжен огнем и пропали, сгорели вот эти вот кедровые деревья, которыми был облицован храм, они самые вернутся. Это имеется ввиду кедр на Яврите шита. Шита точка зрения. Каждая точка зрения, каждая идея, которая была в Ярусалиме, в конце концов вернется назад, и все человечество увидит, что их попытка воспользоваться украденным, она ни к чему не привела. Они не смогли ни одну из этих идей использовать согласно завету данному богу, потому что каждая идея всегда была их и домская суть принешана, а именно стремление человека жить тремя первоначалами, кина, тава, выковод, зависть, страсти и стремление к славе. Любую духовную идею, которую ты добавишь к этим первоначалам существования эго человека, любая идея будет засорена, испорчена и работать не будет. Всегда останется опустошение у любой из этих идей, в частности у идеи Машииха тоже. Для опровержения подлога нам надо ясно видеть в простом смысле текста о мучении кого идет речь и при каких условиях это произойдет. И первый вопрос. Идет ли здесь речь Машиихе предназначен для заклания или речь идет вообще идет ли речь о человеке или о чем-то совершенно ином, как я изначально предложил на основании комментаторов, что речь идет о народе Израиля, который находится в состоянии тяжелом. Отметим, что предыдущие и последующие главы книги Прока и Шаяху говорят не о неком отдельно взятом человеке, а в целом о народе Израиля, все предыдущие, множество предыдущих книг. До конца книги речь идет исключительно о народе Израиля, так же, как и в этой главе. Давайте прочтем это более внимательно. «Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня на ком явилась?» Кто оказался свидетелем того, что ценности, о которых говорилось в Иерусалимском храме, они раскрылись, стали осязаемыми, видимыми для каждого человека, Всевышний раскрылся, и завет его стал видимым для каждого. Так первый стих определяет условия исполнения всего этого пророчества осознаниями народа мира значения еврейского народа в творении и раскрытия Творца. Раши дает следующее объяснение. «Ми гэй мин лэш му атэйну» «Кто мог поверить слуху этому?» То есть тот слух, то, о чем говорила Тора, то, о чем говорит пророк о приходе Машиих, о раскрытии Бога, о изменении всей реальности мы могли принять это, мы могли в это как бы верить, но мы не могли даже близко представить себе совершенно новое состояние мира, о котором пророк говорит здесь. То есть вся эта глава касается завершения исторического процесса, когда раскроется перед каждым миром и минусом. Кто мог в это поверить? То есть самые великие мудрецы, самые великие говорит пророк Ишаяху, не могли поверить в том, что изменения, которые произойдут после прихода Машииха, будут столь велики. Это скажут народы мира. Один другому. Если бы мы услышали от других то, что мы видим сейчас, поверить в это невозможно. Машииха, и мышца Всевышнего раскрылась в таком величии, в такой славе, кому мышца Всевышнего раскрывалась в такой мере до сих пор. Раскрытие истины в конце дней. Приход Машииха предполагает фундаментальные изменения в мироздании пропажу злого начала и небывалое раскрытие Ашхины. Иудаизм не предполагает фазу появления и пропажи Машииха, когда на протяжении тысячелетия будет продолжать царить грех и зло. То есть идея того, что Машиих появится, потом пропадет, потом не знаю что. Само понятие Машииха это помазание. Тот, кто помазан на царство еврейского народа, на царство в смысле раскрытия Всевышнего, это понятие Машииха. У Машииха нет никаких фаз. В конце дней, когда уже начнется изменение, есть разные точки зрения среди мудрецов, будет ли все это одновременно, кибут с Галуёта, возвращение из Гданников и воскрешение из мертвых, строительство храма, или это займет какое-то время, и это будет как-то постепенно образовываться в мироздании, но так или иначе мы не можем говорить о приходе Машииха до тех пор, пока в этом мире не произойдут в высшей степени фундаментальные изменения, и о каком фундаментальном изменении идет речь, что человек перестанет жить этими тремя первоначалами. Машиих появляется только тогда, когда заканчивается эдомская цивилизация. Эдомская цивилизация, когда человек живет ради своего эго, когда это пропадет, то есть перед людьми раскроется такой свет, что они перестанут жить стремлениями, своим эго, своим завистью, стремлением к страстям и стремлением к собственной славе, увидев славу Всевышнего. Только тогда мы говорим о приходе Машииха, а дальше с разной точки зрения произойдет ли все одновременно или как-то это будет постепенно реализовываться. Но до пропажи зла и до того, как мир будет залит божественным светом, о Машиихе мы не говорим. Поэтому нет никакой большей ошибки предполагать, что Машиих может быть повешен, потом пропасть, воскресить, еще что-то. Такого не существует. Мецудат Давид. Мышца Всевышнего Хозыг Кох Зруа Величие силы Мышцы Всевышнего Бавур Минни Глэта Ради Кого и Для Кого Была Раскрыта Меймо Толама Лешен Амин Шегила Зру Узо Бавур Исраэль Кому подобное раскрывалось, чтобы могли им и поверить, что откроется это когда-то ради Израиля. То есть одним из элементов прихода Машииха будет, что народы мира поймут, что еврейский народ является избранным народом и ради него происходили все процессы на этой земле. И взошел Израиль как росток и как корень пророс из почвы сухой не виду в нем ни красоты и видели мы его но не таков был образ его чтобы прелеститься им. это явно народы говорят об Израиле не о каком-то конкретном человеке что его поймут и так далее. Им нельзя было прельститься говорят народы мира потому что говорят народы мира мы были так ориентированы что еврейский народ достойно презрения и позора поэтому действительно прельститься этим мы уж никак не могли. и взошел он Израиль как росток и как корень из почвы сухой Радак как росток как тот кто воспринимает воду говорит Радак теперь поднялся он из изгнания перед Богом и он из изгнания пришел чудесным образом то есть так или иначе вся эта глава явно совершенно для этого не требуется никаких комментариев говорит о том что речь идет о чудесном изменении мироздания о полном изменении о раскрытии чуда раскрытии божественной руки о изменении мышления человека и мы видим что с точки зрения христианства мессия который у них там был не знаю что распят и так далее никаких изменений принципиальных не произошло в этом на самом деле заключается суть спора в средние века между мудрецами Торы и между священниками которые были насильно навязаны еврейскому народу вся суть была такая они пытались доказать о том что мессия на самом деле уже пришел и соответственно поэтому что мессия сказал что допустим даже если он пришел то почему при этом еврейский народ нужно преследовать не очень на самом деле понятно потому что мессия христианский он вроде как считает ветхий завет святым и народ Израиля вроде как недостоин унижения тем не менее почему-то вот так это у них все происходит и так в любом случае христианский мессия не привел к изменению в мироздании не привел к раскрытию Бога не привел к тому что в человеке пропало зло это и было главное утверждение мудрецов о том что извините все это заблуждение заблуждение о приходе мессия продолжает радак вот еврейский народ поднялся из изгнания обратите внимание поднялся из изгнания это на самом деле критерий возвращения в землю Израиля туда нужно подняться если человек переезжает в Израиль репатрируется оставаясь таким же как он был то об этом сказано в Талмуде земля Израиля приобретается страданием здесь будут страдания которые потребуют от него очищения исправления если он поднялся сейчас до прихода Машиха тогда когда от каждого человека зависит насколько его возвращение в землю Израиля будет подъемом так вот тогда тогда весь народ поднимается из изгнания перед Богом весь народ поднимется тогда в Израиль это действительно конец дней и поднимется из изгнания чудесным образом как расток который в пустынной земле прорастет либо если найдется корень дерева или растение который в опустошенной земле прорастает это чудо поэтому будет также чудо подъем еврейского народа из изгнания это будет чудо Радак четко подчеркивает что речь идет о чудесном возвращении еврейского народа а еврейский народ подняться всецело может только тогда когда сверхъестественное раскроется перед ними продолжает Радак и мы увидим его и не будет он соответствовать своему виду будет он совершенно отличаться вот видели мы его и его вид не был красивым но искаженным у Мишуне и другим несоответствующим Мишаарбен и Адам от других людей то есть во время изгнания в наших глазах евреи отличались от других народов от других людей и не в лучшую сторону в Эных Мадегу и могли ли мы с уважением к нему относиться к нему хорошо относиться и мы не желали его не относились к нему с уважением но презирали его и так продолжалось на протяжении Шаним на протяжении многих лет речь идет об Израиле еврейском народе который на протяжении тысячелетий исторического процесса презирали народы мира изменив к нему свое отношение в конце дней очевидно что пророчество этой главы еще не исполнилось он презираем был был третий стих обратите внимание речь идет о был то есть об изменении реальности он презираем был до определенного времени вот до этого времени до времени исполнения этого пророчества и отвергнут людьми страдалец изведавший болезнь и как бы отвращая от себя лица презираем был и мы не почитали его несколько раз в тексте этого стиха сказано был то есть это описание бывшей реальности но к сожалению эта реальность тянется до сегодняшнего дня его пока это пророчество о конце дней еще не исполнилось обратите внимание что все главы начиная от сороковой главы после того как пророк Иишаяху не смог осуществить свою сверхзадачу сделать царяхискияху Машиихам и Самхеливагогом и Магогом чтобы завершить исторический процесс в те дни начиная с сороковой главы и дальше он говорит уже о конце дней это мы видели с вами абсолютно в каждой главе здесь тоже эта глава касается конца дней и поскольку события 30-го года новой эры не привели к концу дней не привели к изменению человечества до сих пор люди живут теми же стремлениями своего эго то соответственно ничего здесь не исполнилось во всяком случае отношение к еврейскому народу пока у народов мира не изменилось и пока мы продолжаем быть презираемыми и отвергнутыми людьми страдальцами изведавшими болезнь и как бы отвращая от себя лица народа отвращают от нас лица презираемы были и они не почитали нас то есть все это еще пока не исполнилось он презираем был и отвергнут людьми кто он еврейский народ потому что Машия как частное лицо он не будет презираем людьми хотя бы по той причине что он будет возвышенным великим и достойным человеком даже на протяжении того времени когда он еще не смог прийти даже если еврей находится в состоянии греха в каждом поколении живет Маших начиная с разрушения храма Маших живет в каждом поколении и ждет возможности прийти однако я не думаю что к нему относятся с презрением потому что так или иначе это великий человек достойный человек который ведет себя возвышенно и поэтому те кто не являются полными нечестивцами наверное к нему относятся в целом с уважением и не только евреи но и народы мира тоже потому что народы мира даже если они в целом ненавидят евреев тем не менее встретив кого-то имеющего возвышенные человеческие качества наверное народы мира тоже будет относиться к нему немножко лучше он презираем был и отвергнут людьми Раши невза вехадаль ишим презираем и отвергнут людьми Гая подчеркивает Раша был кендер ганави маскир коль исраэль кей иш ихат таков путь человека извиняюсь таков путь пророка описать народ Израиля образом одного человека Раши четко пишет что речь идет о народе Израиля который описан одним человеком Радак Иш михуавот ве йоду ахоли человек имеющий раны и болезни а михуавот ве ахоли гу царагалут боль и болезни это страдание изгнание перуш яду и значение этого комментария объяснение тому известно ки яду варагиль гая лавора лав оля галут ибо известно и привык он к тому что ноша галута тяжелое бремя галута распространяется него это это причиняет болезнь это причиняет духовный сбой физические болезни так же продолжает Радак галута него от еврейского народа не желая посмотреть на него из-за изобилия презрения ибо презирали его и не считали его ничем дайте внимание стих за стихом все комментаторы древние говорят о том что речь идет о еврейском народе в целом но болезни наши переносил он и боли наши терпел он а мы считали что он поражаем побиваем богом и истязаем если вы даетесь концепция того что один человек переносит болезни переносит болезни другого человек получает наказание только за свои поступки если вдруг окажется что один человек мог повлиять на другого и не повлиял то тогда он ему надлежит разделить вину другого человека но лишь по той причине что духовный сбой другого человека стал возможным благодаря тому что этот человек в тебе не видел достаточно света смысла духовности поэтому он пришел к этому греху его грехе частично виноват ты ибо ты не создал такую реальность которая лишала его греш другого человека грешника свободы воли совершить грех но так чтобы один человек за другого переносил вину такого не бывает теперь народ за другие народы вину тоже по идее не должен переносить что же имеется ввиду но болезни наши переносил он и боли наши терпел он а мы считали что он поражаем побиваем богом и истязаем давайте прочтем что об этом сказали наши мудрецы болезни наш кузари кузари книга написана одним из решений первых комментаторов как книга мышления о спорах между израилем и народами мира как можно вообще смотреть этот как притча про израиль то есть с точки зрения кузари это было очевидно что это притча не о каком-то отдельно взятом человеке а речь про весь израиль и он задает вопрос как же все-таки это можно понять если речь идет обо всем израиле что весьма очевидно как понять конкретно этот стих сказано что болезни наши он переносит если это касается израиля то мы не можем понять что израиль за другие народы переносит болезни израиль получает наказание за свои грехи но никак не за другие народы поэтому как это можно понять что стих говорит все-таки о понятии он это народ израиля в целом а не отдельно взятый человек ибо если народ израиль то чьи же болезни он тогда переносит а а отвечает автор к израиль что еврейский народ быумот среди народов мира имеет аспект сердца среди остальных органов который воспринимает болезни от всех то есть еврейский народ является сердцем мироздания поэтому когда мироздание находится в состоянии духовного сбоя это невольно проявляется в самом сердце тоже радак более ясно отвечает на этот вопрос не имеется ввиду что израиль нес наказание за грехи народов мира речь идет о том что народы мира после прихода Машиеха скажут эти слова на Израиль выпало наказание которого были достойны мы за наш грех то есть свящний народы мира особенно за их грехи не наказывал потому что от них меньше требуется от них они не вошли в завет у них есть завет на инох когда они должны соблюдать всем заповедей но когда они его нарушают то всевышний не очень им за это воздает потому что степень близости между народами мира и богом намного меньше поэтому за это их и наказывать особенно невозможно тот же кто является сердцем там даже небольшой сбой приводит к тому что необходимо его восстановить очистить излечить поэтому народы наконец поймут что на самом деле еврейский народ получал намного больше наказания чем получили они и он изранен преступлениями нашими сокрушен грехами нашими наказание за благополучие наше на нем и ранами его исцеляемся мы все мы как овцы блуждали каждый повернул на дорогу свою и господь возложил на него грех всех нас центральная идея этих стихов что еврейский народ побит грехами его представителей наказания за которые в изгнании исцеляет народ почему в этом мире есть наказание всевышний сказал нам в торе как человек наказывает своего сына так всевышний бог твой наказывает тебя человек нормальный человек нормальный отец когда он наказывает своего сына он хочет исправления своего сына а не мести и не зло ему причине так же сказал всевышний если вы не понимаете по хорошему после того как многократно жизнь пытается вас направить на верную стезю то я вынужден вас наказать ну наказываю я вас как отец наказывает сына сказано в книге Зор в связи с ним с еврейским народом излечимся так же мы в нашем контакте который был скажут народы мира между нами между еврейским народом то и мы получили излечение в конечном счете видя как выглядят еврейский народ и об этом сказано в книге пророка Ишаяху мы с вами об этом говорили что предназначение Израиля быть светом для народов мира притесненно измучен он был и не открывал рта своего как овца ведомая на заклании как овца безгласная перед стригущими ее и не открывал рта своего овца ведомая на заклании в молчании пророчество о бедстве Израиля еврейский народ на протяжении истории будет идти на смерть уповая на Всевышнего не сомневаясь в божественном проведении и в божественной справедливости это особое свойство еврейского народа рассказывают историю которая произошла после изгнания евреев из Испании из Испании евреи отправлялись на кораблях и один человек у которого была жена ребенок были среди изгнанных когда они плыли на корабле то корабль претерпел кораблекрушение и ему удалось все-таки со своей женой и ребенком спастись и оказаться на земле и в это время бушевала гроза в результате когда жена держала ребенка то порыв ветра выхватил ребенка и он утонул в море и сказал этот человек несмотря ни на что Всевышний я буду продолжать любить тебя ударила молния попала в его жену и она погибла и сказал этот человек ты лишил меня дома ты лишил меня страны пребывания ты лишил меня ребенка лишил меня жены но ты никогда не сможешь добиться того чтобы я перестал любить тебя это верность еврейского народа который как овца идет на заклание те кто использовали это понятие для евреев жертв катастрофы в негативном смысле они просто исказили суть того что имел ввиду пророк Иешаях из заключения и от наказания взят он был и кто расскажет о случившемся с поколением его ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего поражение ему так происходило на протяжении длительного времени на протяжении эпох среди различных народов и не скажи что это касалось каких-то определенных преследователей или грабителей единичных которые поступали не по закону что еврейский народ был взят из страны живых со стороны закона закон был попран по отношению к ним преследование еврейского народа в странах и дома будет разрешено по закону иногда в большей мере иногда в меньшей мере в зависимости от периодов времени тем не менее в странах и дома будет евреев преследовать и дана была с грешниками могила ему и с богатыми при смерти его хотя не совершал он насилия и не было лжи в устах его но господу угодно было сокрушить его болезнями если сделает душу свою жертвой повинности увидит он потомство продлит дни свои и желание господа в руке его существится еще раз о чем тут говорится продлить дни свои то есть речь не идет о какой-то смерти о гибели наоборот а продление жизни о желании господа желание господа не то чтобы кого-то распяли а потом потом в это верили гибель за труд за труд души своей увидит добро насладиться мудростью своей оправдал праведника раб перед многими грехи их он нес поэтому я дам ему удел среди великих и сильными будет делить добычу за то что рисковал жизнью своей и к преступникам причислен был и грех многих нес он и за преступных вступался гибель о которой повествует писание предполагает чудесное продолжение жизни еще раз и дана была с грешниками могилы ему и с богатыми при смерти его хотя не совершал он насилия и не было лжи в устах его гибель о котором повествует писание предполагает смерть и захоронение но никак не чудесное и немедленное воскрешение в неком трансцендентном состоянии еще трансцендентного здесь не сказано но господу угодно было сокрушить его болезнями и он продли дни свои то есть не будет гибели еврейского народа всего это не произойдет 53 глава книги про Кришия не повествует о непризнанном евреями мессии 2000 лет тому назад пророчество этой главы еще не исполнилось и первый стих определяет условия его исполнения кто поверит кто поверит этим событиям тому что слышим мы сегодня и мышца Всевышнего перед кем раскрыта это условия исполнения всего данного текста это прощество исполняется исключительно в исправленном мире после прихода Машииха и строительство третьего храма однако вполне промерно поднять вопрос Машиих тот человек который в каждом поколении живет среди нас царь Машиих царь Израиля как он живет в условиях изгнания страдает ли он или ему в принципе очень хорошо он здоровый богатый и так далее сказано в книге Зор Убегинда Атидрая Миремна и в дальнейшем Рая Миремна верный пастырь концепция Машииха помазанника это верный пастырь пастырь должен пасти если он пропал то какой он пастырь его нет он отсутствует Рая Миремна Лемихва Бегалута Басрая он должен появиться в окончательном изгнании говорит Зор Убейит Каем и относительно него исполнится Вегуми Хулаль Бебшейну что он осквернен преступлениями нашими Медукабе Аванутейну страдает от грехов наших Умахтишинда Исуринда Аниюта и страдает от бедности Бекама Дорким Десавеля Лайгу из-за многих причин которые он страдает то есть с точки зрения Зора эти слова книги про Кишая действительно касаются страдания Машиих однако с точки зрения Зора нет здесь никакого элемента относительно некого человека который однажды появится после этого пропадет тысячу лет после смерти будут его кто-то ждать если он умер то он умер он уже перестал быть пастухом тем не менее Зора говорит что Машиих страдает и наши с вами преступления наши с вами поступки причиняют ему боль Царь он в таком же состоянии находится как его народ как община и ему подобает и ему приходится страдать от подчинения и бедности ради всей общины как написано по поводу нашего праведного Машииха что он осквернен нашими грехами и страдает от грехов наших Машиих он самый чувствительный в еврейском народе если еврейский народ это сердце народов мира то Машиих это сердце в еврейском народе он безусловно самый чувствительный поэтому когда он видит тот духовный сбой который сегодня актуален среди нас то он действительно страдает Машиих самый чувствительный в народе Израиля Талмуд, трактатель Сангедрин, говорит следующее. Раби Ирашо бен Леви, случилось ему встретить пророка Ильяху, который стоял возле входа в пещеру Раби Шимона Бар-Юхая. Пророк Ильяху появляется там, где есть миссирус-нефиш, там, где есть самопожертвование, где человек живет в угоду самому себе и своих трех первоначалов своей жизнедеятельности. Там пророк Ильяху не появляется, потому что с таким человеком ему не о чем говорить. Так вот, Раби Ирашо бен Леви удостоился того, что он увидел пророка Ильяху, который оказался возле пещеры Раби Шимона Бар-Юхая. Раби Шимона Бар-Юхая там уже не было, но это пещера, в которую он пребывал 13 лет и написал там книгу Зогар. Эта пещера вошла в историю еврейского народа навсегда, так что туда приходят даже пророк Ильяху, а не только обычные туристы. А Марлей, говорит он ему, то есть спрашивает Раби Ирашо бен Леви, спрашивает пророка Ильяху. А пророк Ильяху, одна из его функций, это предвестник прихода Машеиха, он спрашивает, ты иматай ати Машеиха, спрашивает, когда придет Машеиха? А Марлей, отвечает ему, Илья Уханови, зиль шайлей ладиды, пойди, спроси его самого. Верей Хаятьев, а где он сидит, где его искать, где искать Машеиха, спрашивает Раби Ирашо бен Леви. А Питха Декарта, он сидит возле ворот главного города мира, то есть возле ворот столицы и дома. Тогда это был Рим, сегодня это Нью-Йорк, наверное. Он сидит там. Теперь не то, что Машеиха это тот, кто погиб и в связи с этим ему некий культ создан. Нет, он реально живой человек, который сидит в столице и домской цивилизации, которая не дает ему прийти, не дает ему осуществить освобождение народа и возвращение истинной реальности в этот мир. Он говорит, по какому признаку я смогу узнать? Ну хорошо, приеду я в Нью-Йорк, где я там буду разыскивать пророка Машеиха, или в те времена приедет он в Рим, где он пророка, и где он Машеиха будет разыскивать. Сидит он среди больных и раненых, и они перебинтовывают себя чистыми бинтами, они полностью снимают с себя старые бинты, перебинтовывают новыми, а он один бинт снимет, перебинтует новым, потом снимет другой, перебинтует новым. Мардилма Мибаина Далуякев. И говорит он, я не хочу задержать свой приход. Если вдруг народ Израиля окажется достойным своего прихода, я не хочу задержаться даже на то время, пока эти свои бинты будут, бинтами будут забинтовывать свои болезни, свои болячки. Поэтому он постепенно себя перебинтовывал для того, чтобы не задержаться даже на секунду. Пришел и нашел такие Машеиха среди больных в Риме, который явно отличался от других и который так поступал. По нему было видно, что он чего-то ждет, что он ждет оздоровления еврейского народа. Он ответил ему, приветствовал шалом леха бар левай, сын левая, сын левая. Амар лей мотай, а темар, сказал ему, когда придет господин, когда господин у нас может прийти, когда придет Машеих. Амар лей гаем, сказал ему, сегодня. Атал и габа Ильяху, возвратился Рабью Хашеу бен леви назад в землю Израиля к пророку Ильяху. Амар лей, тут говорит ему, ма амар леха, что тебе сказал Машеих. Амар лей шалом леха бар левай, он предствовал меня по имени отца. Амар лей автиха халеха ула вуха ла алмадати. Он таким образом свидетельствует о том, что ты и твой отец достойны грядущего мира. Амар лей шикулий кащакер, да, говорит, но он меня обманул. А именно, как он тебя обманул? Да, амар лей гаем ати навалуата, сказал, сегодня я приду. Но не пришел, Машеих не пришел. Амар лей рахи амарлах, говорит он пророк Ильяху, так он тебе сказал. Гаем им беколо тишму. Он имел в виду стих Писания, как тут сказано, сегодня, если голос мой будете слышать. Машеих ожидает от нас того, чтобы наступил тот день, когда мы исполним глаз Всевышнего, когда мы исполним его волю, когда мы услышим его, тогда сможет прийти Машеих, а до тех пор он страдает от наших болезней. Машеих ожидает в Риме не появления Нового Завета, Царства и Дома, а возвращения народа Израиля из Идомского изгнания к Торе на Святую Землю. Причины страдания Машеиха определяются болью за изгнание Израиля со Святой Земли, болью за разрушение Божественного Храма, а не тем, что еврейский народ обратился к римскому наместнику с требованием предать своего царя и помазанника мучению и казнь. 53-я глава, подавляющее большинство мудрецов, еще раз подведем короткий итог, говорит о том, что речь здесь идет о страдании еврейского народа в изгнании, поэтому наша лекция так и называется «Тяготы изгнания». По второй точке зрения, и об этом говорит Зогар и некоторые медроши, речь идет о Машеихе, который живет среди нас, который страдает среди нас, а не тот, который трансцендентно пропал и не произошло никакого изменения в реальности до сих пор. Единственное, что тот Машеих, который сидит в Риме сегодня и перебинтовывает себя, нам не нужно его признавать, потому что до тех пор, пока он не придет, у нас не возникнет никакой вопрос, является он Машеихом или нет. И нет у нас заповеди в иудаизме, идентифицировать потенциальных Машеихов, могут они, кто из них именно является Машеихом, просто должны понимать, что среди нас есть такой человек в каждом поколении, что он страдает за нас, что у него болит сердце за те грехи, за тот духовный сбой, который царит среди нас сегодня. А мы продолжаем жить сегодня, как вчера и третьего дня, в рамках и домских ценностей, стремясь исключительно к самореализации, к страстям, мотивируясь завистью и стремясь к реализации своей славы. Спасибо за внимание.